В Киеве не собираются терпеть действия России по ограничению импорта украинской продукции. В Министерстве экономики Украины готовят обращение во Всемирную торговую организацию. 13 августа Москва расширила продовольственную эмбарго еще против пяти стран, среди которых и Украина. А премьер-министр страны Арсений Яценюк тоже не хочет терпеть нападок со стороны Михаила Саакашвили. Последний обрушился с резкой критикой на главу Кабмина, заявив о подконтрольности правительства олигархам. Яценюк, обвинение бывшего президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области, назвал лживыми. Я понимаю всю эмоциональность, я понимаю, как ему трудно, трудно всем. Мы тут все едины, поэтому эмоции, необоснованные обвинения играют на руку только тем, кто против реформ, кто против реальных изменений в Украине. Тем более не гоже бывшему президенту прибегать к лживым обвинениям. Но я его первый союзник. Паралич государственных институтов. Именно так охарактеризовал ситуацию в Украине Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии в интервью украинскому пятому каналу заявил, что не предпринимаются реальные шаги по борьбе с коррупцией. Напротив, коррупция видоизменяется и поглощает высшие эшелоны власти. Губернатор Одесской области отметил, что все разговоры Яценюка о реформах не имеют смысла. Я слышал много раз Арсения Яценюка, он называет реформой, допустим, то, что тарифы повысились. Я не называю это реформой. Я называю это последствия экономического кризиса, это последствия того, что происходит в стране. Но это не называется реформой. Мы просто сошли с реальностью, что мы не можем, у Украины больше нет денег, это, к сожалению, покрывать. Но это не реформа. Реформа это та система, когда меняется структура управления страной. Я правильно понимаю, что вы готовы вместо Яценюка возглавить должность главы правительства? Нет, нет, нет. Почему нет? Сегодня это главная новость после смога, который накрыл всю Украину. Нет, я абсолютно нет. Электронная петиция, чтобы мы стали премьерами. Я не собираюсь становиться премьер-министром Украины. Почему? Но я хочу, чтобы премьер-министр Украины действовал в интересах народа Украины, а не Коломойского, а не Ахметова, а не любого другого. Все решения саботируются внутри и вокруг правительства. Саакашвили поставил диагноз власти, заявив, что она полностью парализована и нуждается в перезапуске правительства страны на всех уровнях. Отмечу, что 3 сентября на сайте электронных петиций, адресованных президентом Украины Петру Порошенко, были зарегистрированы пять обращений с требованием назначить Саакашвили премьер-министром. Продолжение следует...